Рекламируемый еще в августе футбольный фестиваль стартовал в этот четверг с матча взрослых команд. Всего их в турнире, кстати, будет пять. В первом матче встретились фавориты команда «Атом», первые записавшиеся на участие в турнире, и оптимисты записались буквально в последний момент и считались до матча аутсайдерами. А получилась интересная и голевая игра. В одной из первых контратак штанга спасла ворота «Атома». Многие посчитали это случайностью. Но через несколько минут еще одна контратака, и гол 1-0 в пользу оптимисту. Вратарь Сергей Робчевский творил чудеса в воротах и отдавал точные пасы в контратаку. В одной из них, в одно касание с форвардом, оптимисты забивают второй гол. До конца тайма Робчевский еще несколько раз спас команду. Играющий, но не сегодня практически тренер-оптимиста, все время подбадривал свой коллектив. Но морально мы сильнее. Я не тренер, я игрок. Завтра, пацаны, я буду с вами. А вы психологически их настраиваете? Да, психологически пацаны готовы абсолютно. Чуть-чуть физически они посильнее, конечно. А как команда называется? А как наша команда? Оптимисты. Буквально в начале тайма Атом забивает гол красавицы. Опа, красавица. И еще одна атака, и снова они могли сравнять счет, но снова вратарь. А потом две контратаки, и счет стал уже почти разгромным. 4-1. Вышел! Пуля, плава! Настроенный один из лидеров Атома Александр назвал причину неудачи. Что, не получается? Да. Понятия у друг друга нету, что делать, куда бежать как-то. Я понял. Не, ну вы же техничная команда. Каждый сам на себя тянет одеяло. Понял. Оно об считать. Ну, пожалуй, стоит отметить отдельно и вратаря оптимистов. У него был просто фартовый день. Посмотрите, в течение 8 секунд он отбивает две опасные атаки Атома. Ой, молодец. И все же еще один гол Атом забил, восстановив интригу. Ну, в итоге оптимисты победили 4-2. А играющий завтра почти тренер пообещал на радостях. 100 долларов, пацаны! 100 долларов каждому сегодня вы лучшие. И еще что-то вратарю Сергею Рапчевскому. Действительно, в этот день был одним из лучших в его вратарской жизни. А дадим должное было достаточно много болельщиков. Конечно, может быть, и за счет команд, которые играли следующими. Но, тем не менее, рекомендуем посмотреть график и приходите и поболеть. Игры интересные. Детская часть турнира началась в пятницу. Большинство матчей и фестиваля пройдет именно здесь, на центральном стадионе. А финальная часть турнира за первые и вторые места в конце сентября. Следите за рекламой.